Александр Лыков «Жизнь звезд в первобытных условиях. Смотри, последний герой. Три. Сегодня на Первом канале». «Всё в порядке, там ничего нет». «Вода привезёт вам пищу, если не забудете с Настей». «Слушайте, они солёненькие». Ольга Орлова. В прошлом солистка группы «Блестящие». Сейчас занимается сольной карьерой. Снялась в главной роли в картине «Золотой век». Привыкла во всём полагаться на мужчин. Любит всё итальянское. «Мы смотрели предыдущие передачи и могли уже составить себе картинку всего происходящего. Нам сказали, что для нас не будет исключений, поэтому никаких иллюзий мы не питали». «Жизнь звезд в первобытных условиях». «Смотри, последний герой. Три. Сегодня на Первом канале». «Идите сюда все». «Двух Махадор хранит то, что вам понадобится, как этот на суде. И всё? Это всё?» Лариса Вербицкая. Одна из самых известных телеведущих. В детстве собиралась поступить в МГИМО. Неизменно дипломатично. Воплощает на экране мягкий женственный образ. Является президентом клуба «Блондинок». Занимается айкидо. «Я очень надеялась, что можно будет добывать какую-то еду, питаться, не знаю, плодами растений, теми же бананами, анатасами, кокосами. У нас на острове пока этого ничего нет». «Жизнь звезд в первобытных условиях». «Смотри, последний герой. Три. Сегодня на Первом канале». «Лить, чтобы не было никакой заразы». «Всё-всё, забудь обо всём. Думай о маме, о папе». «Я приехал сюда не шутки шутить, не дурака валять, понимаешь?» Александр Пашутин. Народный артист. За 30 лет в кино сыграл более 80 ролей. Сейчас актёр театра Моссовета. Занят во всех основных постановках. Предпочитает отрицательных персонажей, считая такие характеры более интересными для актёра. В отличной спортивной форме. «Ходим, кашеварим, бегаем, всё делаем. По физике я любому молодому фору дам». «Жизнь звезд в первобытных условиях». «Смотри, последний герой. Три. Сегодня на Первом канале». Это был «Их выбор». Акулы шоу-бизнеса. Звёзды театра и кино. Популярные телеведущие. выброшены на необитаемом побережье вблизи острова Гаити, чтобы повторить путь Христофора Колумба и найти клад народа таинов. Путь к кладу укажут фигурки таинских духов, но в обмен на каждую из них обитателям острова приходится отправлять домой одного человека. С каждым человеком, отъехавшим, становится все грустнее и грустнее. Не хочется расставаться в таком составе. Следующего можно убрать, следующего этого. Оба племени пытаются противостоять жестким правилам игры. Хотелось играть не по правилам, а за друг друга. Чтобы создать при голосовании патовую ситуацию, они решают прибегнуть к хитрости. Мы понимали, что нас за это долбанут, за цепочку, но мы думали, что нам дадут переголосовать. Но правило есть правило. Кто-то должен покидать остров. И решать это придется им самим. Муха с Редактор 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Сейчас я снимусь, ребят, только мне надо завесить на дерево, а вы не должны быть рядом, потому что я буду почти голый. Найдите лист, пойдемте наденем дерево. Вы знаете, боюсь, что такой большой лист еще не вырос на этом. А ты мое золото! А ты все знаешь? Откуда? Ну, я догадываюсь. Ну, ты мое хатеринство. Какие разговоры? Люба, прости. Люба, прости. Готов? Вот так. И так приходится сниматься народным артистам. Они очень красивая пара. Я только умиляюсь глядя на них. Но это очень трудно, очень мило. Но вдруг это судьба? В принципе-то ничего такого не происходит, кроме того, что два человека смотрят друг в другу в глаза. Поэтому я думаю, что это хорошо. Природа, воздух. Приятно смотреть на их глаза. В принципе, мне кажется, это неплохой кастинг для нового голливудского блокбастера, посвященного... Тарзан умер. Тарзан умер, да здравствует Тарзан. Тарзан умер, да здравствует Тарзан. Я надеюсь, это, конечно, реакцент это как-то. Конечно, работы требуют еще более глубленного изучения. Все равно, в любом случае, независимо от того, как разложится ситуация, я вручаю вам... Тарзан Сергеевич. Вы понимаете, насколько многопланово и многосторонне эта работа? Я еще еду к пеликанам. Это русалка. Это моя полка. Значит, эту фотографию, пожалуй, я возьму. Я должен изучить эту фотографию как следует. Сказать по чести, конечно, работ хороших немного. Но те, что трогают за душу, безусловно, есть. Они у тебя в кармане. Да. Я не суприк. Отлично. Это отлично. Катя. Да, может быть, интересно. А? А? А-а-а-а! 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 Счастливые! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Все здесь мне нравится, все здесь хорошо. Комары, москитов. В основном мы просыпаемся из-за москитов, все. Потому что это очень больно. Это очень больно. Комаров много, и от этого я себе почти ночь не спал. От этого устал, потому что сюда, сюда, сюда залезают, сюда. Это все москитики нас так покусают, твари поганые. Не понимаешь, что перед нами артист академического театра. Доброе утро, дорогие товарищи. Сегодня испытание приготовлено со вкусом. Значит, как Прохлова говорила, чтобы съесть червя, его нужно... Надо так. Сразу... Нет, ему нужно голову... Голову свернуть и трупик ему уже запихивать. Я представляю. И червяков всех тоже голуб. Мы хоть голодные не будем, ай. Ну да, наверное. Место поедим. Боже, какая красивая. Смотри. Обалдеть. Их вон. Слышишь, какие бабочки из них. Боже, какие красивые. Итак, многоуважаемые пеликаны и барракуды. Вы наизусть помните свадебный обряд индейцев, который называется тухлая рыба. Вы брали очень вонючую рыбу, видимо, подержали ее на солнце. То есть запашец был дай боже. Итак, по одному от каждого племени вы подходите к этим чашам и без помощи рук съедаете эти небольшие, но очень аппетитные кучки тухлой рыбы. После того, как питание закончено, вы обязаны высунуть язык, продемонстрировав таким образом, что вы съели эту рыбу. Итак, я сейчас скажу раз, два, три, а вы, пожалуйста, со звуком высунете язык. Раз, два, три. Я молилась только об одном, чтобы это не были шестилапые живые, которые у меня внутри, будут шевелить лапками, когда я их буду есть. Вы готовы? Да. Вы готовы? Прошу! А-а-а! Голод не тетка, как говорится. Она была очень жирная, такой острый запах. Но раза три я чуть было не подавила. А-а-а! Прекрасно! Прошу вас! А-а-а! А звук? Я попросил бы звук. А-а-а! Фантастика! А-а-а! А-а-а! Лена! А-а-а! Ооооооооу! Это фантастика! А-а-а! 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 Прошу вас, следующий. Ноздря в ноздрю идут племена. Они же индейцы. О-о-о, потрясающе. Запол был просто невыносимый. Единственное, что я себе позволила, это заткнуть уши, хотя следовало было заткнуть нос. Вот это да! Вот это да! Потрясающе! Да! О-о-о! Единственное, что сказала Б. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о! Прекрасно! Прошу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она хочет у него съесть. Чудная рыба ел просто в удовольствие, просто. Если бы дали еще кусок хлеба, то благодарил бы строителей наших дорогих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из театра Моссовета мы переводим вас в Большой. Всех интересует старинный свадебный обряд. А почему без опарышей? Ну, вы знаете, опарыши есть. Во второй части правильности. Опарыши. Сначала язычок. М-м-м! О! Присаживно! В силу того, что счет оказался равным, нам придется, дорогие друзья, кинуться в свадебный обряд тухлая рыба-2. Итак, задача проста. В центре из этих семи плошек находится кусок рыбы. Слева и справа тоже по одному куску. Пеликаны выбирают одного из барракуд, барракуды выбирают одного из пеликан. По моей команде с двух сторон наши герои начинают двигаться, съедая рыбу кто быстрее. Кто дойдет до центрального куска? И съест его? Тот и победил! Почетное право первым выбрать себе противника предоставляется барракудам. Мы выбираем Елену Проклову. Беспощадное противоположное племя, когда, видя, что она так на все это реагирует, выбрала именно ее из нашей команды. Кого выбираете вы? Мы выбираем Ларису. Блистательный бой! Блистательный бой! Я хочу задать вопрос, готовы ли вы к бою? Да. Приготовились! Начали! Но мы не можем себе простить, что мы действительно не вызвали там Витю Бусеву или Володю Преснякову. Иногда перехлестывают. Ну что делать? Глянусь, как ты просто лучшая. Тише, тише, не спеши, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Тихо, тихо, ребята. Тихо. Дыши на вас. Это победа! Это победа! Это победа! Только что победили пеликаны. Дай, дай. Елена Проклова принесла победу своему племени. Молодец. Оботрите ей Родину. Молодец. Если бы я среди них жила, я бы никогда замуж не хотела. СМЕХ Ну а теперь я хочу сказать вам самое главное. Это было испытание, которое никакого отношения к совету и иммунитету не имеет. Вау! Приятного всем аппетита! Все команды остаются в полном составе. Пеликаны, как победители, имеют возможность получить приз. Но эту процедуру мы проведем после того, как барракуды отбудут к себе на остров. Спасибо! Мы прощаемся с вами! Чтобы усложнить жизнь нашим знаменитостям, мы решили время от времени пополнять их ряды. Перед вами стоит выбор. В этих двух сундуках абсолютно одинаковые призы. Но в одном из этих сундуков находится карта, которая называется Джокер. Если вы откроете сундук с этой карты, то в вашем племени появится еще один человек. Кто будет открывать и какой сундук? Лена! Ты как, герой сегодняшний? Давай. А вообще-то, может, нам отлучшим? Нет. Мы на ближайшем. Ставите племени, выкинем. Не приятно нашими же. Да, вот он. Именно. Нет. Минут. Вау! Ау! Вы скрыли его власти. Вас ожидает прибытие Джокера. Я не знаю, кто это. Когда это случится в течение дня, я тоже не знаю. Как это будет выглядеть, я тоже не знаю. Итак, вас становится восемь человек. Спасибо за сегодняшнее испытание. Мы прощаемся с вами. Пока. Вы сами видели, чего им стоило это испытание. Чтобы хоть как-то поддержать проигравших барракут, я решил устроить им экскурсию к местному водопаду, до которого они никогда бы не добрались сами. Заодно и помоются. Все-таки магическое слово для русского человека баня. Куда он только не запрется из-за нее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У пеликанов сегодня особенный день. Они выиграли испытание «Тухлая рыба». И, соответственно, вытянули Джокера. Это означает, что сегодня у них появится новый соплеменник. Ну что, я желаю вам удачи. Могу сказать только одно. На вертолете мы вас туда доставляем, только потому, что очень высокая волна, и лодка не может сегодня туда пристать. А так, в общем, это единственное неудобство, которое вас ожидает. Там очень хороший дом построен, отличные кровати, две душевые кабины. Сейчас собираются построить баню. Вот, четыре раза кормят очень хорошо. Поэтому, мне кажется, этот отпуск пройдет для вас незабываемо. Сказочно. Да. Волнуетесь? Да, я волнуюсь. Ну, не надо волноваться. Все будет хорошо, не переживайте. Ну, дай бог. Ни пуха, ни пера. И вам. Ну, насчет быта наших звезд я, конечно, немножко приукрасил. Это естественно. То есть, просто наврал. Все есть, вы понимаете. А что касается вертолета, то тут я был абсолютно правдив. Единственная проблема, с которой столкнется новая пеликанша, вертолету некуда сесть. Да. Интересно, какой джокер будет. Джокера. Девушка-образная. Девушка-образная. Первая реакция – нет, нам никого не надо, да? Ну, как она естественная. Мы уже вместе прожили какое-то время, что-то такое перестрадали, кто-то чужой вроде как на все готовое к нам приедет. Да, первая такая защита своей территории. И как раз сейчас тот момент, когда наступил какой-то пик, да, прошла неделя, все начинают о своих думать там и так далее. Вот сейчас либо все распадется, либо воссоединиться очень прочно. А я знаю, кто джокером приехал. Вань. Кто? Приснилось мне. Джокером приехал, знаешь, кто? Михаил Сергеевич Губачев. Нет, Боря Моисеев. Боря Моисеев? Да, джокер. Повезло. Ну, ему тоже надо как-то засветить в нашей передаче. Хороший парень, общительный такой, я знаю. Он замечательно готовит. А никто, знаете, за нами? Хорошо. Боже. Капитан приходит в порт, его там ждет девушка. Хорошо пилоту прилетают в аэропорт, а его там ждет девушка. Хорошо машинисту поезда приезжает на вокзал, а его ждет девушка. Плохо девушке. С аэропорта на вокзал. С аэропорта на вокзал. Бедный, как он спрыгнул с этого парашюта. Шесть метров. Блин. Нет, я не ударялась. Страшно. Ну, как мелко было. Страшно. Ну, я сейчас плохо соображаю-то, потому что... Татьяна Догилева, актриса. Вот она. Представляешь, а у нас тут тоже одну так недавно кинули, а поймать не поймали. Были бы все здоровые, ходила бы я без работы. Крабы. Объявление. Я же не летала. Один раз летала на вертолете в Тюменской области. Ну, это там другой, как садишься, ты летишь, он жужжит, ты ничего не слышишь, в общем, ты и не видишь. А тут, конечно, я когда первый раз залезла, да он наклонился, да... очень страшно. Думаю, какие-то сумасшедшие могут быть, наверное, что вы садитесь. Я сейчас... Я как бы считала. Она была в шоке. Я сидела целый день вот так, поворачивала голову и только так делала. И улыбалась. Танк нормальный? Да. Все хорошо. Футбол мы выиграли. Из-под воды достали вот этот сундук. Да. Двоем с Володькой. Ребята тащили. Игорь с Володькой просто под ногу. А потом вся команда. Да. И вчера выиграли. Значит, три конкурса мы выиграли. Мы прокупили. У нас была еще одна девушка, Лена Кондуланин. Но мы ее отчислили. Мы ее съели, да. Ну, я надеюсь, сколько там поживется, столько и поживется. Сегодня вот крыса у нас ночевала вместе с нами в доме. Ночью по Танюше, Овсиенко, тоже по ногам пробежала. Это что-то непонятное. И в лунном свете мы увидели, что это вот мышь, крысы. Я, если честно, не предполагал, что настолько быт будет тяжелым. Все-таки с экрана это выглядит иначе. Он действительно тяжелый. И я просто, у меня сердце кровью обливается, глядя на девушек. Я тебе предлагаю сделать мышелошку какую-нибудь. Есть этот, как она называется, гвозик. И мы на гвозик как-нибудь эту тварь поймаем. Потом надругаемся над ней. Да, да. Да, хорошо. Она залезла и запуталась в сетях. Вот сюда ей что-нибудь положить и потом захлопнуть ее. Посмотри, первый вариант. Меня вручает кадетка. Вот кадетское суворовское училище, в котором я был. Это я просто вспоминаю все и так легко и свободно. А второй вариант. Набить там, как обычно делают, чтобы крыс не было. Набивается стекло. И они об стекло свои лапки немножко поранят. И скажут, стоп, сюда я больше не ездок. И наши тоже милые королевы все поранят сюда лапки. Подумала бы. Нам письмо. Внимание. Круглая катится, тяжелая падает. Попали. Итак, я рад вас приветствовать на очередном испытании, уважаемые пеликаны и барракуды. Мы приготовили вам вот такие вот небольшие камни, которые вы должны были катить по этой длинной-длинной трассе. Но потом вдруг мы поняли, что вы же у нас звезды. И решили несколько увеличить размеры этих камней. Они достаточно тяжелые. Не достаточно, а просто очень тяжелые. Проигравшие потеряют одного человека. Это решится на совете сегодня. Ну и для того, чтобы уравнять ваши силы, поскольку в пеликанах все-таки на одного индейца больше, я решил, что племя пеликанов само выберет того, кто не будет участвовать в этом испытании. Вот так вот. Кто это будет? Мне, конечно, хочется со всеми очень быть, но все решили, что это будет я. Вы лишаетесь данной Борисовой. Приготовились. Начали. Быстрее, быстрее, ребята. Оля, не подходи сзади. Ну куда? В гору что-то поднимаем? Нет. Ну за ним-то пошли туда. В гору. Ну пошли туда. Он заваливается. Он заваливается. Мы не так встали. Взвани, иди с той стороны. Давайте. Пошли. Все. Я не понимаю. Наверх. Мы никуда не встали. Давай. И раскатываем. Еще разок. И... Надо вместе. И... Ребята вместе. Он квадратный какой-то. Я в мир все пошла. Пошли. Пошли. Мир! Три, четыре, три, раз, три, раз. Вот, Ванька, считай. Так удобней. Заваливается, отойди. И раз, и раз. Хорошо. Стоять. Стоп, стоп. Тихо. Отойдите. Опа, еще разок. Опа, пошел. Еще последний. Опа. Стоп. Еще, еще, пока идет. Раз, на три. Два, на три линей. Опа, пошел. Тихо. Вот так он стопал. Эй, 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 эй. Все, догадился. Спасибо. Пошел. Они сломаются на финише. Пошел, блин, пошел. Пошел, блин, пошел. Я вам говорил, нельзя было идти в гору с ним. Нельзя. Потратили силы и все. В гору не надо было идти. О чем вы говорите, мастера? Не, 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 не. Пошел, блин. Не, 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 не. Ребята, мне. Зачем вы кричите сейчас? В смысле сейчас кричать? Победа пеликанов очевидна. Нельзя не признать, что барракуды совершенно потрясающе провели это испытание. Несмотря на это правило, есть правило И я вручаю этот тотем, тотем иммунитета Пеликанам Барракуды получают от меня вот это письмо И соответственно мы встречаемся вечером на совете На котором вам придется лишиться одного из вас Как это не прискорбно Увидимся вечером По легенде путь к кладу индейцев, так и не найденного Христофором Колумбом Указывают статуэтки духов народа Таинов Каждый раз племя, проигравшее очередное испытание, получает фрагмент карты Который поможет найти одну из них Только все фигурки, собранные вместе, приведут последнего оставшегося на острове к победе До свидания Ребята, вытащены лодочкой Опа А, ребятки Отлично, все А это второй фрагмент карты Тут мелко, смотри Смотри, это настоящие океанские сардины Научимся коптить будут копченые сардины в масле Давай Бери вот эту штуку Вот эти две, эти почищены Я ни с кем не ссорюсь Ну, в общем, в принципе, сейчас я себя чувствую очень даже комфортно Если бы только рыбу не заставляли чистить Я же не собираюсь замуж за депутата Все, прости, прости Я ни за какого депутата замуж не собираюсь Я знаю, она уже поменяла свои планы Достали, блин Нервы, нервы Но, как всегда, на острове работает специальная камера для жалоб и откровений На этот раз она установлена в пещере, где желающим излить душу никто не помешает Ну, рыбу я не чистила никогда в жизни К тому же там отсутствие полной ножа невозможное Я порезала себе палец очень сильно Кроме того, мне уже надоели шуточки Вити Гусева Касающиеся моей личной жизни в Москве Которая у меня совершенно полная отсутствие личной жизни, между прочим Вот И потом Мне обидно, что с меня переключилось внимание на новую гостью На самом деле это хорошо, если человек может пойти И себе там погундеть что-то, поплакать Пожалеть себя Ведь мы все очень склонны к жалости У нас очень хорошие дружеские отношения Очень хорошая атмосфера И выбывание определенного человека сразу что-то уносит из нашей жизни И очень не хочется Мы сейчас, вон там, где-нибудь сделаем такую штучку и будем их как в деревне Кто сначала? Поленье, мешки, кокосовое орехи? Я все сделаю это в пять минут Я сделаю это в пять минут В пять Вот засекай по солнцу Мы не готовы расстаться Это проблема И я знаю, что мы будем решать ее какой-то жеребьевкой, наверное Не уходи Не уходи Тебя я умоляю Не уходи Сто раз, сто раз я повторю Сто раз, сто раз я повторю Сто раз я повторю Добрый вечер, дорогие друзья Могу сказать следующее Вы вызываете восхищение Вы не первые и не последние, я думаю, участники последнего героя Но такой дружной команды Я бы даже сказал, банды Здесь еще никогда не было Никто и никогда Вот так вот с упрямством крокодила Не пытался остаться вместе Правда, по опыту предыдущего, я могу заметить Часто получается так Выживает абсолютно не лидер А как раз те, кто не высовывается Интересный факт, о котором нельзя забывать Пожилые люди до конца практически никогда не доходят Бывает так, что даже тайно с ним договариваются К вам ведь это не имеет отношения Вы настоящая честная банда Ну что ж, не будем затягивать Приступим к голосованию Соседич, вы чудесный человек И опытный мастер, и наставник Ну, а то, что здесь написано именно вы Ну, вы же знаете Судьба есть судьба, жребие есть жребие Спасибо вам огромное Любой нормальный сезон Максимальный мужчина, прожив какое-то время бок о бок с этой очаровательной, воспитанной женщиной, как Лариса, может потерять голову. Я не исключение, чтобы этого не случилось. Я хочу, чтобы Лариса поехала домой в свою семью. Меня судьба с ним свела здесь только. Я очень жалею, что приходится писать его имя, но бросив в наш коллективный жребий, так выпало. Сегодня мы отпускаем на волю к его обычной жизни Александра Сергеевича Пашутина. Я хочу сказать несколько слов жене Любе, свидетелем любви к которой я был одной ночью, когда Александр Сергеевич в приступе тоски писал ваше имя. Хочу вам сказать, ваш муж настоящий. Кадет. Кадет. Лариса Вербицкая. Александр Сергеевич Пашутин. 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 Которые я прожил с вами Я вам безмерно благодарен За то, что вы терпели меня Со всеми моими сложностями Я вас всех нежно люблю И до встречи на большой земле Целую вас всех, обнимаю Сергеич, 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 Сергеич А вам я могу сказать только одно, дорогие друзья Прежде чем пожелать спокойной ночи Замечу, мы, конечно же, ждем от вас всяческих сюрпризов Подумайте хорошенько Может вы что-нибудь похитрее выдумаете Я имею ввиду для голосования Спокойной ночи Далее в последнем герое Первые жертвы любознательности У нас тут случилось вообще ЧП Первая связь с домом Я ужасно встречаю Новые испытания Светская жизнь в тропиках А-а-а, какая прелесть Артисты Они и на необитаемом острове артистами Данночка, зайди посмотреть Как ты ее возишь Репетиции нового сериала Счастье бониты Страсти разгораются Ну ребят Довольны? Смотрите в следующей серии Знаете, как говорят индейцы Есть две вещи, которые у меня нельзя отнять Это то, что я поел И то, что я видел Вот в данной ситуации Это то, что в моей жизни уже никто никогда не отнимет Были условия, на которые мы заранее шли И эти трудности каждый хотел Я думаю, что борьба, скорее всего, была не с этими трудностями А с самим собой